Почему Москва стала столицей? Какое будущее ждет мой город? Сегодняшняя Москва по-прежнему уникальное явление на карте нашей страны. Совершенно необычный город. Когда начинаешь фотографировать все, что видишь на улицах Москвы, и потом просматривать эти фотографии, то с удивлением обнаруживаешь, сколько всего интересного попало в кадр. Первое, что мы должны обязательно констатировать, и что мы видим на сегодняшний день, если уж на то пошло, так это то, что мы уже не живем в эпоху типового строительства. Что типовых домов на сегодняшний день очень мало, и даже те, которые считаются типовыми, постоянно разбавляются какими-то интересными архитектурными деталями, и дополняются какими-то украшениями, изысками. Второе, что мы должны обязательно с вами отметить, и во всяком случае мне представляется это вполне себе обоснованным, это то, что на сегодняшний день достаточно большое количество домов чем-то так или иначе напоминают нам эпоху сталинского ампира. Значит, не так уж он был плох, значит, не такие уж печальные исторические воспоминания у нас вызывает эта эпоха, и вполне себе много чего удобного, интересного и достойного облика столичного дома мы можем оттуда почерпнуть. Что только стоят новые высотки по стилю сталинских. Еще одна очень интересная деталь, которая характерна для сегодняшнего города, разросшегося невероятно, это то, что фактически на сегодня все те преимущества, все те удобства, все те какие-то даже радости и развлечения, все те какие-то необходимые для жизни вещи, в которых заинтересован любой житель города, можно получить практически, ну не то чтобы не выходя из дома, но не заезжая в центр города, например. То есть, ну скажем, те самые торгово-развлекательные центры, сколько бы их ни ругали, ну отчасти это заслужено, тем не менее на сегодняшний день они выполняют с лихвой свою рекреационную функцию, функцию снабжения граждан продуктами и товарами. кинотеатры, интересные музеи, которые у нас находятся в разных районах столицы, все это можно подчеркнуть буквально выйдя за порог своей квартиры. Центр сегодня превратился в достаточно значительной степени в место такой духовной пищи более высокого уровня, то есть за стариной, за супермузеями, за театрами мы, конечно, в большей степени все-таки поедем в центр. Еще очень интересная характерная деталь современной Москвы, это факт достаточно серьезного внимания к инфраструктуре города, надо отдать должное нашим властям, наши власти за всех сил борются с разнообразными транспортными проблемами, с той или иной степенью успеха, но это очень важно. Огромный город должен быть удобен. При всем при этом, ну, с какой-то радостью, удивлением, может быть, отчасти ностальгии, мы понимаем, что наш город по-прежнему эклектичен, и, видимо, навсегда останется таким. Фотографируя его, прогуливаясь по его улочкам, мы одновременно в одном флаконе можем увидеть, ну, все эпохи буквально. Как тут не заинтересоваться историей? Как тут не полюбить историю родного края, когда столько всего интересного встречается на нашем пути? Ну, и в заключении хотелось показать одну очень интересную иллюстрацию, которая совершенно случайным образом как-то попалась мне, причем попалась в коробке конфет. Иллюстрацию, которую сделал художник в начале XX века. Это иллюстрация с претензией на жанр фантастики. Это Красная площадь. Это то, как художник начала XX века увидел Москву через сто лет. Посмотрите, пожалуйста, как недалек он был в те времена, сто с лишним лет назад от истины. Это и пробки, это и открытое метро, это и своеобразные летательные аппараты, и бедный памятник Мининой Пожарскому, который куда только не переставляли, а здесь он вообще в центре экспозиции. Кстати, троллейбусы, которых в те времена еще не было, а видно, что художник показывает, что они явно едут по проводам, и что уже разговоры, видимо, об этом в те времена велись на уровне гиперболоида инженера Гарина. Довольно интересные иллюстрации в этой связи оставим, ну где-то через многоточие перед собой вопрос, а какую бы картину могли бы нарисовать сегодня мы, как мы видим в будущем облик нашей столицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok